привет сегодня поговорим про натроп рацетамового семейства coloradstam механизм работы всех рацетамов похожие и одновременно разный они не только имеют общее похожее название но по своей структуре даже имеет общее перелидоновое ядро coloradstam был разработан в японии компания mitsubishi tonaip corporation извините не англичанин в 2005 году в качестве возможного лекарства от болезни альцгеймера позже патент был продан компании brain cell sing это биофармацевтическая компания в калифорнии которая специализируется в основном на разработке препаратов для лечения депрессии болезни альцгеймера 2010 году компания brain cells провела исследование в качестве потенциального лечения для людей страдающих депрессии несмотря на всю проведенную работу brain cells in прекратила свою деятельность 2014 году если не ошибаюсь это была последняя компания которая активно изучала coloradstam color главным образом как и все процитамы работает за счет повышения уровня нерве медиа от садил холина ацетилхолин можно назвать главным нерве медиатором обучения памяти познания однако способ которым coloradstam модулирует уровень ацетилхолина достаточно уникален он усиливает выработку ацетилхолина за счёт повышения поглощения холина с высоким соорством hypo система hckle является центральным способом транспортировке холина в мозг эта система является основным сродством, с помощью которого холин, необходимый для синтеза ацетилхолина, транспортируется в нейрон. По сути, это да, пограничивающий поступление холина в мозг. Когда вся эта система начинает работать неправильно или недостаточно эффективно, у тебя могут возникнуть проблемы с памятью или, так скажем, происходит затуманивание мозга. Так вот, колороцитам помогает влиять на этот процесс и делает его более эффективным. По факту, это ускоряет процесс хаку даже поврежденных нейронов, а это, в свою очередь, помогает улучшить память, запоминание, обучение и обеспечивает лучшие возможности принятия решения той или иной задачи. А сейчас я немного расскажу тебе за исследование. В исследовании на крысах, а надо упомянуть, что преимущественно колор испытывали именно на крысюках, как и подавляющее количество ноотропов, и в этом исследовании крысам давали холинергический нейротоксин AF64A, простите, не американец, который вызывал нервный паралит, который серьезно влиял на систему поглощения холина. Кстати, не совсем в тему, но некоторые химические яды, типа зарина, которые раньше применяли в войнах, основываются на том, чтобы очень сильно увеличить ацетилхолин в мозге. В результате содержание ацетилхолина в синаптической щели растет, и возбуждающие сигналы непрерывно-непрерывно передаются до полного истощения. Обладает это все тело нервозно-паралитическими действиями, вызывает поражение в любом виде воздействия, и делает очень-очень плохо человеку. Не туда мы завернули, но это было так, для справки. Правильно, блять. Ладно, вернемся. Короче, давали им этот нейротоксин, он вызывал у них паралич, после этого они давали им уже колороцетам в течение нескольких дней, и смотрели итоги. В общем, исследователи обнаружили значительные улучшения как обучения, так и памяти. Даже несмотря на то, что система поглощения холина была повреждена. Интересно и то, что эффекты сохранялись какое-то время даже после окончания лечения. Также за счет увеличения синтеза транспортной молекулы С-HT1 получается быстрее проводить ацетилхолин через синапсы в головном мозге. Поэтому, благодаря увеличению поглощения холина, колор улучшает когнитивные способности и концентрацию внимания. Еще бы я сказал, повышается внимание к деталям, а также стимулирует нейрогенез, что способствует росту нервных клеток. Антидепрессанты, в частности СИОЗС, являются предпочтительными и основным лечением депрессии, тревожности и настроения. Но, как я и говорил в прошлых видео, у них также есть ряд побочных эффектов, с которыми не все могут мириться и их терпеть. К тому же не всем антидепрессанты помогают избавиться от депрессии. У колороцетама также есть способность улучшать потенциирование ампорецепторов, которые подвигаются воздействию глутамата. В исследовании 101 человеку с депрессией, которым антидепрессанты не особо так помогли, давали по 80 мг колороцетама 3 раза в день. Это, конечно, приличная такая дозировка. И к концу периода у них и заметно возросло качество жизни, и, собственно, ослабла депрессия. Поэтому колороцетам может улучшить депрессивные симптомы, не влияя на серотонин. По-видимому, из-за его способности минимизировать вредное воздействие глутамата, потому как колороцетам защищает НМДА-рецепторы от его токсичности. А мы знаем из предыдущего видео, что когда глутамата слишком много, это повреждение нейронов. Вещество способствует росту зрительных нервов при дегенеративном заболевании сетчатки. Из ПТУ мы утверждаем, что колороцетам также улучшает зрительное восприятие, облегчает распознавание цветов и яркости света. И многие биохацкеры, в том числе и я, любят колороцетам именно за этого эффекта, так называемое HD-зрение. Цвета реально становятся более такими сочными. Такое ощущение, что кто-то у тебя в голове выкрутил ползунок контрастность. Поэтому, собственно, и такое название у нотропа цветастое. Цветастая-то. Типа пошутил. Чё ты лыбишься нахуй? Ну чё ты, блядь, лыбишься? И даже звук может усиливать. Типа ты слушаешь знакомую музыку, и она более интересно как-то начинает звучать там. Ну это уже не мои заявления, по правде говоря, я такого не замечал. Я думаю, что о колороцетаме ещё многое предстоит узнать. Но вещество не токсичное, поэтому считается хорошо переносимым и довольно безопасным при адекватных дозировках. Колор жирорастворимый, так что имеет смысл принимать после еды, либо за 20 минут до еды, ну или с каким-нибудь жирами или маслом типа масла МСТ. Разброс дозировок довольно большой, это от 5 до 80 мг. Но, как правило, среднее по палате это 20-40 мг, разбитый на 2-3 приёма. О каком-то ощущаемом эффекте можно начать говорить через 3 дня после курса. Более полноценное вещество раскрывается около недели. Ну это у кого как, у всех по-разному на самом деле. После завершения курса, который в среднем длится пару месяцев, эффект какое-то время ещё сохраняется. Субъективно это плюс-минус 2-3 недели. Побочные эффекты встречаются редко, если ты принимаешь колор, да и вообще любые ноотропы без какого-то источника холина, что я крайне не советую, ты можешь почувствовать головную боль, тошноту, нервозность или усталость. Поэтому добавляем источники холина. Альфа-GPC и цитиколин лучшие варианты. Кстати, усталость ещё может проявляться, если ты слишком сильно угостился. Так что начинать есть смысл с меньших дозировок. И субликвальный приём, то есть под язык, тоже приветствуется для более лучшего усвоения. Так что просто звони сейчас и заказывай наши чудодейственные таблетки. Да на здоровье. Также связка с PRL-8-53 довольно интересная. Лично меня она слишком сильно разгоняет, ну потому что у меня довольно нежная ЦНС. Но уверен, большинству из вас зайдёт она однозначно. И с ампакинами. Так как мы выяснили, что колор сам по себе лёгенький ампакин, то экспериментировать с Идрой, которая 21 или с анироцетамом, для достижения максимальной отдачи эффективности вполне имеет смысл. Почему бы и нет? Не забываем, что последний приём делаем не позже 18.00, так как почти все ноотропы из этой группы оказывают стимулирующее действие и могут нарушить засыпание или вообще устроить обессонную ночь. Почему-то зачастую принято сравнивать колороцетам и анироцетам. Они вроде бы похожи, но колор больше нацелен на обучаемость и память за счёт усиления поглощения холина. Аниро больше серотонина-дофаминовое действие, хотя холинергические свойства тоже есть, но не настолько выраженные. В принципе, арацетамы найдутся под любую задачу. Главное понимать, что ты хочешь конкретно для себя. Они хоть и имеют все схожие названия, но действие у каждого уникальное и индивидуальное. У каждого любимый арацетам будет свой. Кстати, колороцетам считается довольно молодым ноотропом, ну на фоне других арацетамов. Важно понимать, что это не волшебная таблетка и не пытайся арацетамами или любыми другими веществами заглушить какие-то свои проблемы. Это надо решать более комплексно. А вообще, арацетамы были созданы, чтобы мозг работал без сбоев и багов, то есть, по идее, как и должен. Ну, мне на этом всё. Пока. Субтитры подогнал «Симон»